Здравствуйте! Вы слушаете «Голос Америки». Это наш ежедневный новостной подкаст «Украина – самое важное», в котором мы знакомим вас с главными новостями о войне в Украине, а также рассказываем о том, как мир реагирует на происходящее. Меня зовут Ксения Туркова. А я Алекс Григорьев. В этом выпуске мы расскажем о событиях 652 дня войны. Главные новости четверга, 7 декабря. Президент США Джо Байден назвал провал процедурного голосования в Сенате о помощи Украине политическим шантажом. Ученые из Кельского института мировой экономики выяснили, объем новой обещанной украине помощи со стороны стран Запада достиг самого низкого уровня с января прошлого года. Канада ввела ограничения на импорт российских бриллиантов и ювелирных изделий. Три четверти украинцев верят, что восстановление страны продлится около 10 лет. Теперь обо всем по порядку и начнем, как всегда, с военной сводки. В ночь на 7 декабря российские войска атаковали Одесскую область ударными дронами, попали в припортовую инфраструктуру по Дунавье, повредили склад, элеватор, грузовики и погиб один из водителей. Также российские военные обстреляли село Тягинка в Херсонской области. Там ранения получили четверо мирных жителей. Из-за российских обстрелов остановились два блока теплоэлектростанции в прифронтовой зоне. Об этом говорится в сообщении Министерства энергетики Украины. В результате артобстрела серьезно повреждено оборудование. Как отмечают в министерстве, из-за этой остановки тепловых блоков, а также снижения температуры на улице, фиксируется временный дефицит электроэнергии в энергосистеме. Что же касается ситуации на фронте, то российские войска значительно увеличили количество боевых столкновений на Таврийском направлении. Об этом заявил полковник Александр Штупун в эфире национального телемарафона. Уже вторые сутки подряд россияне очень активно используют дроны «Камикадзе» и авиацию. Также значительно увеличили количество боевых столкновений, сказал он. В последнее время атаки дронов на украинские города действительно участились. И это во многом связано с тем, что Россия наращивает производство дронов и постоянно их совершенствует. Россия делает ставку на автоматическую оптическую навигацию своих дронов. И системного противодействия этому сейчас нет. Об этом в интервью «Украинской правде» рассказала руководительница волонтерского проекта «Виктори Дронс» благотворительного фонда «Дигнитос» и директор Центра поддержки аэроразведки Мария Берлинская. «Мы настолько бездарно потеряли столько времени, что сейчас россияне обогнали нас в разы», сказала Берлинская. «Чем больше они будут автоматизировать свои системы, когда будут лететь тысячи таких дронов, мы вынуждены будем отступать на десятки километров за считанные недели». Чтобы сохранить паритет Украины на поле боя, Берлинская призывает президента Зеленского как можно скорее создать инженерную ставку верховного главнокомандующего и привлечь к участию в ней ведущих украинских производителей дронов. Макс Бергман, директор Евразийской программы Центра стратегических международных исследований, это Вашингтонский осельский центр, известный, фингтэнк так называемый, опубликовал статью на ресурсе Defense News, в которой проанализировал возможности, которыми ныне обладает Россия для продолжения войны против Украины. Он основывает свой анализ на принципе фактов, которые имеются в открытом доступе. Так вот, Россия сумела наладить сеть для обхода международных санкций и сейчас в значительной степени удовлетворяет свои потребности в электронике, прицелах и других критически важных компонентах, в основном за счет Китая. Однако, по оценкам западных исследователей, китайские чипы примерно в 40% случаев оказываются бракованными, и Китай не способен обеспечить тот уровень электроники, который ранее Россия получала от западных поставщиков. Россия явно перешла на уровень военной экономики. Примерно треть российского бюджета, проекта бюджета на будущий год – это военные расходы. То есть Россия делает ставку на пушки вместо масла. И это, естественно, будет негативно отражаться на уровне жизни населения. Ну и кроме того, это плюс растущие потери, а погибло как минимум 300 тысяч российских военнослужащих, постепенно будет уменьшать поддержку войны у российских широких народных масс, так скажем. Кроме того, Россия лишилась многих международных рынков. То есть, несмотря на то, что она продолжает получать колоссальные доходы за счет экспорта энергоносителей, это становится все менее прибыльным бизнесом за счет санкций. То есть продать российское сырье становится дороже для России. И в этом году существенно упали продажи российского вооружения. Это была очень значительная строка поддержки российской оборонной инфраструктуры. То есть Путин будет вынужден тратить бюджетные деньги для того, чтобы наращивать выпуск военной продукции, необходимой для продолжения этой войны. При этом 2024 год – это год выборов в России, в том числе президентских выборов. То есть есть мало сомнений, на мой взгляд, это уже не Макс Бергман пишет, кто на этих выборах победит по совершенно очевидным причинам. Но для Путина имеет исключительно важное значение поддержка собственной популярности и умиротворение собственных избирателей, чтобы там не возникало никаких массовых протестов или каких-то иных явлений. Здесь очень важный момент, о котором часто пишут другие исследователи, о том, что не случайно Россия так активно ищет иностранных наемников. То есть помните, с самого начала войны Путин призывал Сирию поставить ему отставных военных. И мы как раз накануне рассказывали о ситуации в Непале, где задержали вербовщиков, которые отправляли на войну в российскую армию воевать против Украины местных непальцев. Ну там кубинцы, да, то есть какие-то экзотические люди на Ближнем Востоке их ищут. Многие государства мира, в том числе, кстати, Украина, прибегают к помощи иностранных волонтеров. Но вот впервые в современном мире Россия поставила на поток вот эти усилия. Зэки, которых вербуют вооруженные силы и всякие частные военные компании, и эти иностранцы, они призваны, во-первых, решить проблему с кадровым голодом, потому что российская экономика не может лишиться такого большого количества рабочих рук, которые могли бы работать на заводах, там, производить какую-то продукцию. Вместо этого им дают в руки автомат и гонят на украинский фронт. И, во-вторых, как бы сохранить поддержку населения, потому что когда погибает непалец или кубинец, о нем плачут не в России. Но пока Россия набирает наемников по всему миру и наращивает производство дронов, конечно, особенно острым становится вопрос о дальнейших поставках помощи Украине, и особенно со стороны Соединенных Штатов, где сейчас идет такая горячая дискуссия об этой помощи. Накануне голосование в Сенате о помощи Украине было провалено, и президент США Джо Байден на это отреагировал. Он назвал это политическим шантажом. Комментируя отказ республиканцев поддержать в Конгрессе законопроекта предоставления дополнительных средств на обеспечение национальной безопасности, Байден сказал, что ставки слишком высоки. Республиканцы в Конгрессе угрожают прекратить поддержку Украины, если им не удастся протолкнуть свою чрезвычайно ангажированную пограничную политику, сказал Байден. Это политический шантаж, самый настоящий и простой. Ставки слишком высоки, а последствия слишком значительны для политических игр. Конец цитаты. Накануне, когда Байден выступал перед голосованием, он еще раз сказал, что если сейчас Путину все спустить с рук, то он пойдет дальше, он не остановится только на Украине. Поэтому предоставить помощь сейчас крайне важно. Но вот как будут развиваться события и одобрят ли этот документ до Рождества, например, мы пока не знаем. Общепринято, что Украина, паромная промышленность, которая была за годы независимости практически уничтожена и развалена, не в состоянии в одиночку сопротивляться российской агрессии, опираясь только на собственные силы. Поэтому коллективный Запад, союзники обязаны предоставлять Украине помощь, иначе вооруженные силы Украины просто лишатся возможности защищать свою землю и свою свободу. Это традиционно для США, когда вопрос об оказании военной и экономической помощи другим государствам, в том числе оказавшихся в состоянии войны и борющимся за свое существование, оказывается предметом внутренних политических споров, дрязг и разборок. Назовем это так. Это было неоднократно, это происходило на протяжении всей американской истории, потому что для американских политиков очень важны взгляды избирателей, многие из которых не понимают, почему они должны помогать своим трудовым долларам какой-то стране о существовании, которой они так толком ничего не знают, которая находится где-то там на другом конце глобуса. Одним из последствий подобного отношения было, например, прекращение войны в Вьетнаме, которую президент Никсон срочно завершил, потому что он не хотел тратить деньги на логоплательщиков на поддержку Южного Вьетнама, который вел войну за существование. Никсон заключил соглашение с коммунистическим Северным Вьетнамом, который пообещал не нападать на Южный Вьетнам, и через полтора года это обещание нарушил. Как мы знаем, Вьетнам был объединен военным путем. И США потом все, наверное, видели эти кадры, эвакуировали вьетнамских беженцев, которые там гроздьями висели на вертолетах. Эта история традиционна для Америки, и на сегодняшний момент мы не знаем, кто в ней победит. Я затрудняюсь с прогнозом. Скорее всего, Украина получит свою помощь. Но вопрос Украины становится одной из важных тем президентской избирательной кампании, которая сейчас разворачивается на наших глазах. Да, и вопрос этот продолжают решать, в том числе и на уровне личных встреч, руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак, глава Верховной Рады Руслан Стефанчук и министр обороны Украины Рустам Умеров в Вашингтоне встретились с госсекретарем США Энтони Блинкиным и с советником президента США по вопросам нацбезопасности Джейком Салливаном. Как с Блинкиным, так и с Салливаном трое представителей Украины обсудили ситуацию на поле боя и актуальные оборонные потребности страны. Также речь шла о гарантиях безопасности и о формуле мира президента Украины Владимира Зеленского. Ну а министр обороны США Лой Достин провел в Пентагоне двусторонние переговоры со своим украинским коллегой Рустамом Умеровым, которого я только что упоминала. Как говорится в официальном заявлении ведомства, перед началом переговоров между должностными лицами за закрытыми дверями, министр обороны США публично подтвердил поддержку Киева со стороны Вашингтона. Украина вернула себе большую часть территории, захваченной Россией, с момента полномасштабного вторжения. Поэтому мы будем поддерживать Украину в долгосрочной перспективе. Я уверен, что наши союзники и партнеры будут вместе с нами, отметил Лой Достин. В сообщении Пентагона говорится, что двусторонние переговоры между министрами основывались на разговорах, которые были в прошлом году в Киеве и включали стратегические цели Украины на следующий год и долгосрочное видение будущего вооруженных сил. Но надо сказать, что вообще объем обещанной помощи для Украины со стороны стран Запада достиг самого низкого уровня с января 2022 года. Самого низкого уровня он достиг в августе-октябре этого года и сократился почти на 90% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Таковы результаты исследования, проведенного Киевским институтом мировой экономики. Сообщается, что в период с августа по октябрь этого года, то есть 2023-го, общая стоимость новых пакетов помощи составила 2 млрд 110 млн евро. Это самый низкий показатель, как я уже сказала, с января прошлого года. Активными донорами стали Германия, Финляндия, Ирландия, Хорватия, Литва, Люксембург, Нидерланды, Норвегия, Швеция и Швейцария, а также Канада и Великобритания. США остаются крупнейшим донором военной помощи с общим объемом в 44 млрд евро. Однако сообщается, что Германия быстро догоняет Соединенные Штаты с военными обязательствами на общую сумму более 17 млрд евро. Любая война, которая идет в любой точке земного шара, анализируется военными всех других армий мира. И генерал-лейтенант армии США Дэвид Барно, он генерал-лейтенант в отставке, опубликовал статью на ресурсе его On Bear Rocks. Это очень популярный в США ресурс военной аналитики, который пытается определить, какие уроки можно извлечь из войны России с Украиной. Вот некоторые его выводы. Во-первых, он призывает пересмотреть подготовку американских войск, потому что он знает, о чем идет речь, и подготовить их к войне в городских условиях, потому что мир стремительно урбанизируется. По оценкам ООН, к 2050 году, то есть через четверть века, в городах будут жить 68% жителей Земли, и в Украине бои велись в Мариуполе, Бахмуте, Херсоне, то есть вот все эти города, крупные городские агломерации, становились полем боя, к которым многие вооруженные силы просто не готовы. Второе, по его мнению, кардинально изменилась роль военно-воздушных сил, то есть боевой авиации и вертолетов. Традиционные военные самолеты и вертолеты на войне России с Украиной играют очень ограниченную роль, чего, по большому счету, никто не ожидал. ВВС России, намного более мощные, понесшие относительно небольшие потери, стараются держаться подальше от украинской территории, потому что с помощью западных союзников Украина получила мощное ПВО, и эти самолеты и вертолеты успешно сбивают. Но зато невообразимо большое распространение получили дроны. На начальном этапе войны это были одиночные, высокотехнологичные машины, типа Байрактаров всем известных, а сейчас это дешевые дроны-самоубийцы, которые направляются на цели, которые взрывают бомбы и способны уничтожать намного более дорогостоящую технику и убивать и выводить из строя вражеских солдат и офицеров. Вот эта плотность дронов, которая стала возможной благодаря массовому использованию не военных образцов, а именно коммерческих дронов, которые модернизируют или каким-то образом изменяют для использования на войне, она кардинально меняет понимание того, как будут вестись войны будущего. В принципе, это мы наблюдали, например, и в войне Израиля с Хамасом. И поэтому вооруженные силы должны разрабатывать и получать средства борьбы с дронами и, соответственно, наращивать свой наступательный потенциал. Даже вот для обозначения вот этой технологии в США уже появилось новое выражение, по-английски звучит air literal. То есть literal – это прибрежное воздушное пространство или приземленное воздушное пространство, или пространство, близкое к Земле. Кроме того, как оказывается, самолеты, которые стоят десятки миллионов долларов, они неэффективны. Эти вложения могут быть не очень эффективны. Ну и третий вывод, который он делает, это то, что развитие интернета, информационных технологий, доступность спутников и того, что эти спутники снимают на Земле, позволяют, опять же, кардинально изменить ход боевых действий. Потому что вот самый простой пример – это спутники «Старлин», которые, как стало известно некоторое время назад, украинские военные используют для того, чтобы наносить удары по российским целям. Это раз. Во-вторых, Россия сумела получить доступ к западным коммерческим продуктам, то есть компаниям, которые продают спутниковые фотографии. И с помощью этих фотографий, потому что ее спутниковая группировка достаточно ослабела, планировать свои боевые операции. И это создает какие-то новые возможности и новые проблемы для всех вооруженных сил. Потому что спрятаться на Земле, спрятать технику, склады, позиции становится все сложнее. Причем доступ к этим данным космической разведки могут уже получать не только государства, но и отдельные террористические и преступные группировки. Так что, если вернуться к авиации, я приведу один факт, что вот примерно через год после начала войны с Украиной, которая показала, что боевые ударные вертолеты неэффективны, то есть их быстро сбивают, Россия потеряла огромное количество этой техники, Япония отказалась от планов закупки новых ударных вертолетов и сделала ставку на развитие дронов. Ну вот ты сегодня уже говорил о том, что Россия продолжает искать всякие лазейки, обходить санкции, чтобы продолжать производство вооружений, а Запад тем временем продолжает новые санкции вводить. Канада объявила о введении ограничений на импорт российских бриллиантов и сопутствующих ювелирных изделий в координации со своими партнерами по Большой Семерке. Канадский МИД заявил, что введение этого запрета в сотрудничестве с партнерами по G7 посылает России четкий сигнал, что на Западе не потерпят использование российских доходов от бриллиантов для финансирования войны. Мы будем продолжать поддерживать украинцев столько, сколько потребуется, подчеркнули в канадском МИДе. В Украине же, в свою очередь, ввели новые санкции против российских граждан и компаний. В перечне 185 физических лиц, к которым применяются персональные, специальные экономические и другие ограничительные меры, преимущественно в этом списке граждане России, но там есть также один гражданин Германии, один Узбекистана и один человек с двойным гражданством Украины и России. В частности, под ограничения попали директор компании «Аэроскан» Александр Стороженко и соучредитель компании «Айди Солюшен» Игорь Горшенев. Обе компании связаны с российским оборонным производством и ранее уже оказывались под санкциями Соединенных Штатов. Переходим к нашей постоянной рубрике «Кого, где, за что». Российская генпрокуратура признала нежелательной американскую организацию Russian America for Democracy in Russia. Российская Америка за демократию в России. После рассмотрения запроса, кого бы вы думали, депутата Госдумы Андрея Лугового, который обвиняется в убийстве Литвиненко, напомню. Об этом рассказал сам Луговой в своем телеграм-канале. Согласно ответу первого заместителя генпрокурора России, решение об объявлении этой организации нежелательной было принято еще 24 ноября. Однако генпрокуратура публично об этом не сообщала. И я цитирую пост Лугового. Russian America for Democracy in Russia стала клоном экстремистского ФБК. Это организация Алексея Навального, которая отбывает какой-то людоедский срок. Да, фонд борьбы с коррупцией. Да, да, да. Цель создания в России протестной силы для расчленения страны, подготовка кампаний по передаче власти иностранным захватчикам, идеи и финансовые проекты «Гоздеп США» и исполнители «Беглые предатели». Конец цитаты. На сайте организации сказано, что она не коммерческая, не партийная. Мы объединяем россиян США, выступающих за свободу и демократию в России, а также против войны в Украине. Говорится в описании. Ну, как известно, нет Путина, нет России. И еще одно сообщение в этой рубрике. Вы, наверное, потеряли из виду Алексея Маскалева, отца-одиночку, дочь которого нарисовала антивоенный рисунок. Как вы помните, потом закрутилась вот эта вся история. Ее отдали маме, которая никогда не занималась на воспитание, а против Алексея Маскалева завели уголовное дело. Но вот появились новости о нем. Первый касационный суд в Саратове отправил дело о дискредитации армии на новое апелляционное рассмотрение в Тульский областной суд. Об этом журналистам рассказал адвокат Маскалева Владимир Белиенко. Из исправительной колонии номер 6 Новомосковска Тульской области Маскалева переведут в СИЗО на два месяца. Причиной решения пересмотреть приговор могли стать какие-то нарушения, сказал адвокат. Но пока никто не знает, о чем именно идет речь. Я еще раз напомню, в марте суд в Ефремове назначил Маскалеву два года колонии из-за поста в соцсети «Одноклассники» об убийствах в Буче. Его самого на оглашение приговора не было, поскольку он сбежал из-под домашнего ареста. Однако через два дня стало известно, что Маскалева задержали в Минске. В Беларуси его отправили в СИЗО, а после передали России. Ну и последнее сообщение. В этом выпуске три четверти украинцев считают, что восстановление страны после войны продлится около 10 лет. При этом они считают коррупцию самым большим риском, самым большим препятствием в этом процессе. Таковы данные социологического исследования Transparency International Ukraine. Исследование показало, что взгляды населения на восстановление Украины стали, если можно так сказать, более прагматичными, чем даже полгода назад. По сравнению с прошлой волной исследования, серьезно увеличилась доля украинцев, которые считают, что восстановление продлится более 10 лет. В марте так считали 63% населения, а в ноябре уже 73%. Такие же прогнозы украинцы дают и относительно восстановления экономики. 70% считают, что этот процесс продлится до 10 лет и более. Ну напомним, что действительно восстановление страны после войны, тем более Россия разрушила значительную часть не просто городов, не просто домов, но инфраструктуры, которая поддерживала эти населенные пункты, займет действительно очень большое время. И представить себе, что туда переселится большое количество людей на землю, просто заваленную невзорвавшимися снарядами и минами, вот это очень сложно. Это даже разминирование займет долгие годы. Ну что ж, на этом заканчиваем наш очередной выпуск. Не забывайте подписываться на нас в Google и Apple подкастах. С вами были Алекс Григорьев и Ксения Туркова. До встречи. До свидания.